Да, слышно. Говори, Ксения. Ксения, я со своим же набором вопросов. Приходится в моей жизни часто посещать вот этих детских врачей. И они все в один голос говорят, что дети становятся болезнями, как старички. Вот сейчас у них уже старческие болезни. И вообще многие не доживут до старого возраста. У них уже и инсульты в 14 лет, и сахарный диабет. Ну, в общем, и зрение поколения слепых людей растет. Вот, я подошла к батюшке и говорю, батюшка, почему такие люди теперь на свете будут жить? Почему дети так рано будут умирать многие? А он говорит, что такое время наступило, что эти люди не выживут в те времена. И Бог их раньше забирает. Это так? Может быть и так. Но дело в том, что сегодня в одно время дети, которые живут в деревне, а они совершенно другие, которые верующие, конечно, родители, они как козыки прыгают. Никаких инсультов никто не знает. Сегодня, вот настоящее время, где не курят, не пьют, и вода своя из колодца. А не отравленную воду тут пьем. Вот и все. Понятно. А в общем, ответ его глобально прав. Понятно. И еще такой вопрос к этому. А то, что сейчас детей выхаживают недоношенных, может быть, это не надо вообще делать? Вот недоношенный ребенок там должен был погибнуть в утробе матери, и его там выхаживают, выхаживают. Это тоже к этому же приводит, да? Нет, тут нет, другое дело. А то еще оплодотворяет, искусственно, да проще. Церковь запретила это. Какой есть, такого и брать. Ничего до этого не предпринимать. Вот у нас у матери было 12 детей рожденных, 10 живых. И ребенок один умрет, ну что там надо? Она-то и не плакала. Почему? Да их еще полна комната, ребят. Все на лавочке сидят, кашу с масочком едят, как песню импери над колыбели у каждого ребенка. А один умер, он генерал, говорит, я себе места не нахожу. Сын был у генерала, пошел, ну уже он там майор был, видимо. Его убили. И он теперь у него никого нигде нету. Женщину спрашивают, там полячка одна, как вы так сохранили в таком возрасте, такой вид у вас, как будто бы лет 19 вам. Она говорит, чаще рожать надо. Ощущение организма идет. Вот так вот показывает Путин. Владимир Владимирович награждает там 18, что ли, детей. И подает там святые. И муж, и он такое хорошее слово говорит, баптист. У баптистов 18 детей даже сегодня можно встретить. И больных нету. Вот и весь ответ. Надо жить для Бога. А в Библии говорится, когда у царя умер молодой человек, прям ребенок совсем, в нем одном Бог нашел утешение и забрал его. Вот ваш священник правильно ответил. Понятно. Еще, Игнатий, последний вопрос. Я вас постоянно спрашиваю о здоровье своих детей. То есть я так понимаю, что я из здоровья их делаю какого-то идола, наверное. Больше всего времени я этому посвящаю. А идол будет разрушен. Я знаю. Чем больше я забочусь, тем хуже будет становиться. Да нет, сказать так нельзя, что хуже. Ну и наша мама никогда не спрашивала. Ну а если ребенок... Ну катаемся на лыжах далеко от деревни. И хватаешь снег. И когда я считал, что на севере, когда шли исследователи, то у них с собой был нагревательный призм. Примус я не мог понять, зачем. Вокруг лед отломил и поел. Понять это какое было. Температуру тела надо изнутри поддерживать. Если вы заботитесь, то надо заботиться правильно. Не только о здоровье, а как послушание родителям, Слову Божию. Интересует ли его будущая жизнь. Я вот вчера меня возила... Вот я ее тут сейчас не вижу, Елена Гладощук. Возила в поликлинику краевую. Ужас, сколько людей идет. До этого с меня анализы снимали в больнице. А здесь более боязливые. Даже запрещали снимать. Ну, маленько сняли все-таки. И что люди болеют? Я по сравнению с ними-то вообще и не болею. Вот они спрашивают врачи. Врачиха есть, чтобы не испытывать. А у вас, когда что-то... Температура как поднимается? Насколько? Я говорю, не на сколько. Любую операцию мне делали на позвоночнике. Тяжелая операция. Температура не грамма. И давление одно и то же стоит. Да вы что? Ну, проверим. Проверила. Ну, маленько там где-то выше есть. Ну, выше я сижу здесь у вас. Наглотался дым вот этого. Вот так. И поэтому здоровье-то все-таки от нас зависит. Вот такой был антихрист на русской земле. Иванов Порпирий Корнеевич. Холодной водой обливались. Он говорил, главное, болезнь в тело не впущать. Вот он говорил правильно. И поэтому, ну, курица подокудахтала. Там цыпленка утащили и все. А у меня еще 12. А если одна, один цыпленок-то, она будет целый день его искать. Надо чаще рожать. Это так говорят они. Я не говорю этого. Я говорю, что горе, которое имеют в очреве, сосами питают. Горе. И блаженные сосы не питавшие. Выйди замуж, женитесь. Будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Павел говорит. Ну, надо к этому прислоняться. А если уже женятся. А консервативы там разные, предохранительные. Ну, и дальше семья какая должна быть. Они ее распределяют специально. Этого не надо ничего делать. Это убийство. Если один аборт сделал, на 10 лет отучаются женщины. Правило Василия Великого второе. Мы должны все-таки ориентироваться на священное писание, по которому Бог будет нас судить. Я вот вчера насмотрелся всего. И проповедь. У меня около 40 наметок сказали на проповеди говорить. А я скажу о смерти. Что такое смерть? Что такое умирать? Скажу необычно. Если Господь позволит. Я насмотрелся, и у меня в голове повернулось. Нужно о смерти рассказать. Ну, все. Спасибо вам, Игнатиш. Благодарю вас за стихи. Вы мне там кинули про здоровье. Благодарю вас очень сильно. На меня вышла Екатерина Можина. И у нее есть связь с Рахилю Загидулиной. И она попросила написать ей. А я передам. Потому что я писал, а она уже закрыла там свой чат. Уже разные предложения есть. Вячеслав ушел? Да, ушел. Ему на работу. Ну, вот последний вариант-то я сказал. Он подходящий. Чтобы собрались все, договорились. Никто ничего не говорит. Потому что кому-то надо, чтобы другой молчал. Только не о себе. Все молчат. Дайте мне слово. И я покажу, что они виновны все. Все. А как виновны? Я вам там спросил. Послушайте сообщение. Да. Вот это надо как-то собрать это дело-то. И выйти на это. Может быть, поможет. Ну, вот Екатерина Можина. Она сейчас с Рахилю должна договориться. Я сейчас оставляю письмо. Загидулина. Много времени уходит. Видите, написаны только об обиде. Там обида речь идет. Уже 20 стихотворений своих нашел. 21. Полный комплект. Дальше. Теперь хочу везде фотографию найти. Показать, что она теряет. Друзей. Как потеряевки была. Ну, и там дальше видно будет. Когда человек обижается, он не прошел даже первый шаг в христианстве. Он только ко Христу начинает двигаться. И тут опять отступил назад. Отвергнись с себя. Это первая ступенька. Себя раздави, растопчи. А не то, что тебе сделали замечание, на которое сама ты настущалась. Один мужчина разговаривал, а тебя уже это тронуло. Ну, и все. Хотя, по сути дела, там у ней есть и правда. Вот это все мог бы выложить. Все. Спасибо. А мне спаси Христос. Слава Христу. Ну, что, никого нет? Спасибо вам, Александр. Ухожу тогда. Не уходите. Ухх. Ух. 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 Ух.